МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С армянской стороны один раненый. Министр иностранных дел Арцаха принял делегацию во главе с баронессой Кэролан Кокс. Комитет ПАСЕ обратится в бюро ПАСЕ с предложением организовать срочное обсуждение гуманитарного кризиса в Арцахе. 13 октября – день декларации коренных народов, принятый ООН. Западная Армения представит пять гимназатов на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Левон Сарксян учился в военно-спортивном училище имени Монте Мелкуняна. Далее поступил и окончил военный университет имени Вазгена Сарксяна, поступив на службу в воинскую часть Джаракана. После женитьбы в октябре 2010 года жена Марям также переезжает в Джаракан. Сначала было сложно, потом настал этап адаптации к новому месту жительства. Жили мы в здании офицеров. Жизнь была очень сложной, но мы были счастливы, вспоминает Марям. Дочке Нарине было четыре, когда семья переехала в Ереван. В Ереване Левон поступает на службу в воинскую часть Нубарашена, затем в миротворческие войска. Миротворческая миссия в Афганистане Левону была не по душе. Из Афганистана Левон возвращается 21 сентября 2020 года. Чтобы сделать сюрприз мужу Марям, четырехлетнего сына Гаррика, отвезла в аэропорт. 26 сентября с коллективом войской части Нубарашена Левон был на банкете. В тот день Левон отвез семью в Арташат, в дом отца Марям, сказав, что вернется за ними позже. Утром 27 числа Левону позвонили из воинской части. Майора Саркисяна отправили в Карвачар. Последний раз Левон позвонил родным в восемь вечера того дня. 28 сентября в Карвачаре Левон получает ранение в ногу. Не имея под рукой жгута, перевязывает ногу поясом от шинели, продолжая вести бой. Спустя время начинается внутреннее кровотечение. По дороге в полевой госпиталь Левон скончался. Когда Левона привезли домой, я думала, что обниму его и он встанет, вспоминает супруга. Курдские движения наносили постоянный урон армянским труженикам. Нужно констатировать, что в вопросе решения армяно-курдского узла результаты были очень незначительными. Армяне готовились противостоять грядущим испытаниям и искали пути для их смягчения. Если во второй половине XIX века перед армянами стояла задача создания союза с кундами, то сейчас ставился вопрос активного сотрудничества со всеми народами империи против субтанской тирании. Турецкие власти не упустили случая заверить армян, что готовы сурово наказать тех курдок, которые посягают на права армян. Османское правительство делало все, чтобы руками курдов расправиться с армянами, решить этим путем вопрос армян в Западной Армении. 2 ноября 1908 года из 230 мест турецкого миджлиса армяне имели 10 мест, что естественно не отражало соотношение численности армян с численностью других национальностей Османской империи. Курды имели всего два места. В турецком миджлисе армянские курдские депутаты по ряду вопросов защищали одну общую точку зрения. Фактически предсказывание курдов, что младотурки ограничат свои права, было оправдано. Более того, младотурки забрали у курдских землобладельцев, отобранные у армян земли и отдали их бывшим хозяевам. Парламент младотурок принял закон о призыве немусульман, согласно чему армяне получают право служить в Османской империи. Это окончательно разозлило курдских старейшин. Ситуация несколько изменилась, когда армяно-политические силы отошли от младотурок и открылись новые перспективы развития армяно-курских отношений. В преддверии Первой мировой войны стало ясно, что армянский народ поддерживает российскую победу. Российская государственная политика своей определенной направленностью способствовала углублению общего мышления и готовности освободить Западную Армению от турецкого ИГА. Министр обороны Уругвая Хавьер Гарсия на конференции стран Латинской Америки и Карибского бассейна в Буэнос-Айресе, посвященной миротворческим операциям ООН, коснулся блокады Арцаха. Как передает Армян Пресс, об этом сообщает газета Диарио Армения. Мы не можем смотреть в другом направлении, когда армянский народ Арцаха страдает из-за гуманитарного кризиса, нарушения прав человека после закрытия Бердзорской дороги. Если этот континент мира, который нас объединяет и который мы принимаем, действительно является континентом с лидерством, то он не может не осудить посягательства на мир и права человека, которые совершаются на Украине после российского вторжения. А также нарушения прав человека, которые совершаются в отношении армянского народа. 13 сентября около 12 часов дня вооруженные силы Баку нарушили в Арцахе режим прекращения огня в направлении Норшена, применив стрельковое оружие. Как сообщает пресс-служба Миновороны Арцаха, в результате нарушения режима прекращения огня с армянской стороны ранен один военнослужащий. Его жизни ничего не грозит. О нарушении доложено командованию миротворческих войск Российской Федерации. Ранее Министерство обороны Арцаха сообщило, что 13 сентября около 12 часов дня вооруженные силы Баку нарушили режим прекращения огня в направлении Чанкатага, применив стрельковое оружие. Баку уже второй день нарушает режим прекращения огня на разных направлениях Восточной Армении и Арцаха. Министр иностранных дел Республики Арцах Сергей Казарян принял баронессу Кейрону Кокс и прибывших в Ереван членов Христианской правозащитной организации Международная христианская солидарность и Фонда гуманитарной помощи. Как передает армия пресс, со ссылкой на сообщения МИД Арцаха Сергей Казарян обсудил с гостями вопросы гуманитарной катастрофы, вызванные продолжающейся 9-месячной блокадой Арцаха со стороны Баку. Комитет по правовым вопросам и правам человека парламентской ассамблеи Совета Европы на заседание в Париже принял решение обратиться в бюро ПАСЕ. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Государственной правовой комиссии Национального собрания Владимир Партанян. Комитет предложил в срочном порядке организовать обсуждение гуманитарного кризиса в Арцахе в ходе октябрьской сессии ПАСЕ 2023 года, организовать срочные совместные слушания по гуманитарному кризису в Арцахе в комитетах по выполнению обязательств мониторингу государств-членов Совета Европы и по вопросам миграции беженцев и перемещенных лиц. 13 октября 2007 года Комитет Организации Объединенных Наций по коренным народам принял декларацию о коренных народах. Декларация состоит из 40 пунктов, определяющих, регулирующих права коренных народов. Особенно подчеркивается их право на самоопределение на коренной территории. Национальный совет армян в Западной Армении с 2005 года участвует в заседаниях Комиссии коренных народов ООН. В этом году мы также приняли участие в заседаниях, возглавляемые руководителем нашей делегации, президентом Западной Армении Арминаком Абрамяном. Наша делегация выступила на заседаниях и приняла участие во всех обсуждениях. Сборная Армении по спортивной гимнастике отправится в город Антверпен, Бельгия, где с 25 сентября по 9 октября пройдет мировое первенство по спортивной гимнастике. Армению представят 5 гимнастов. Об этом сообщает Федерация спортивной гимнастики Армении. Спортсмены Артур Давтян, Арутюн Мердинян, Баган Давтян, Артур Аветисян, Гагик Хачикян. Тренеры Акоп Сиропян, Айк Назарян, Сос Сарксян. Сборная Армения проводит учебно-тренировочный сбор в столице Грузии – Тбилиси. Чемпионат мира рейтинговый для Олимпийских игр в Париже. И в завершении новостей послушаем армянскую песню «Лусника Амшен». Ачвистеса, ачвистусе, пацменас, Тебес, еркен, суцит, Тебес, пахменас. Ачвистеса, ачвистусе, пацменас, Тебес, еркен, суцит, Тебес, пахменас. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok